На Невском 24 расположен арт-салон Но вход, правда, не с Невского, а с малой конюшиной И находится он на пятом этаже Директор этого салона Никита Круглов Сегодня мы попробуем побеседовать с ним и об арт-салоне, и о поэтах, и о многом другом Ну, чтобы попасть в арт-салон вам нужно зайти с малой конюшиной в дом 9 в подарок Потом повернуть налево Невский арт-салон Невский 24 Квартира 154 Подниматься на пятый этаж Добрый день! Мы находимся в арт-салоне на Невском 24 Директором которого является Никита Круглов Ну, мы хотели поговорить немножко о Пастернаке, о стихах И он же делает даже песни в варианте, вот, в варианте жвага там Как ты это расскажешь? Ну, это целый цикл песен Написанных на стихи поэтов Серебряного века И поэтов в следующей периоде временной Хотя я считаю, что, ну, для меня они все часть самого самого Серебряного века Ну, если мы говорим о Борисе Пастернаке То стихи, на которые написал музыку Это их стиха Юрия Жвага И Пастернак сам несколько раз говорил о том, что Именно под, так скажем, прикрытием Юрия Жвага Он может раскрыть всю свою любовь И может быть где-то подражание таким поэтам, как Блоку Гумилек Отчего он сам в своей поэзии, которая выходила под его именем И всегда старался, конечно, убегать, сторониться Чтобы его не сравнивали, не обвиняли Жвага, он, что называется, здоровался Вот, для меня Пастернак, это человек Когда я делаю на него, рождается на него музыка Это человек удивительный Вот, так сложилось, что за последние года три Я достаточно много авторов, включая современников Своих друзей написал музыку Но Пастернак это, наверное, тот человек Ну, как бы сказать Но когда, может это немножко непоэтично прозвучит Но когда рту приятно произносить эти слова То есть они настолько подобраны Что получаешь удовольствие даже от произношения этих слов Что за поэзия льется у тебя в суд Вот почему-то именно Пастернак Да, и такой же вопрос Ты играл в группе Казахстанская группа была такая интересная Она же и сейчас как бы существует Ну, мы ее не развалили Мы, ну, обычно принято же считать, что надо официально закрывать Официально объявлять за завершение проекта Но этот проект не завершили Он находится сейчас у нас в головах В частности у меня И у бас-битариста этого проекта Высокое напряжение Любека Байтанаева Который сейчас делает прекрасную карьеру Звукорежиссера во дворце республики города Алматы Это бывший дворец Ленина И может, и мы надеемся, что это случится Что рано или поздно мы найдем с ним время Воспользуемся современными технологиями Сейчас мы обязательно съезжат в одно место И мы с ним что-нибудь еще создадим Вот тем названием высокое напряжение Но для меня это была такая школа Большая в рок-н-ролле Какая-то была невероятная волна Мы начали с 2000-х годов Когда я считал, что русский рок уже совсем изжил себя И он умер И уже абсолютно в стиле Стали появляться мы И сделали абсолютно чистейший русский рок проект В подражании, может быть, даже Многим массивным, знаменитым рок-группам России И я считаю, что это было достаточно успешно Это были и клубы, и города, и поездки Потом было принято решение переезжать в Петербург Немножко на плану, в обществом мышлении Наверное, стало основато уже в городе Здесь я никогда не хочу связывать, что это Казахстан И я уехал из Казахстана в Россию Или у меня Ламата чем-то Здесь никаких национальных, никаких вопросов нет Просто Петербург больше не способствует Субтитры создавал DimaTorzok